Великая Отечественная война победоносно завершилась! Ветеран Великой Отечественной войны Павел Иванович Кушманцев встретил нас дома вместе с женой Ниной Ильиничной. В марте этого года исполнилось 72 года их совместной жизни. Они надеются через три года отметить коронную свадьбу. А сейчас главное для них отпраздновать 75-летие со дня победы. Павел Иванович попал на фронт не с первых дней войны, хотя рвался добровольцем, но по возрасту не подходил. В июне 1941 года ему было всего 14 лет. 15 лет исполнилось 24 августа. Тогда он жил в селе Комаровка Майинского района. Родители, труженики, крестьяне всегда были ему премьером, но восхищался он своим героическим дедом. Дед мой, вот что интересно, он 20 лет прослужил в царском флоте. Он, как рассказывал, весь земной шар искалечил на паруских кораблях. И у него была самая ответственная должность вперед смотрящей, чтобы на скалу не налетели парусники. Его отца Ивана Васильевича призвали в армию в конце 1941 года, но на фронт не забрали, оставили в Ульяновске. Он проходил службу на приборостроительном заводе, возил на телеге, запряженной лошадью, приборы и детали из цеха в цех. У нас было 28 лошадей с ним вот. И когда зашел его в армию, председатель колхоз Сергей Иванович Галин говорит, Иван Васильевич, а кто мне с тебя? Панька. Ну, я стал конюхом. Павла Ивановича призвали в ряды Красной Армии 13 ноября 1943 года. Среди призывников были его друзья Валентин Политаев и Александр Власов. Их направили сначала в Барыш, в учебную школу младшего командного состава. Потом передислоцировали на станцию Суслонгер, Марийской АССР. Фотография Павла Кушманцева того периода сейчас хранится в Госархиве новейшей истории Ульяновской области. Ее и другие документы деда туда передал внук Павла Ивановича. Сразу после майских праздников 1944 года выпускников учебной школы, в том числе и младшего сержанта Кушманцева, эшелоном отправили на 3-й Белорусский фронт под Витебск. Павел Кушманцев попал в 806-й стрелковый полк 235-й стрелковой дивизии. Вот и мы были друг с другом, все время вместе, минометчик, разведчик и я, пехотинец. Мы прошли все вместе, дружно. Тогда советские войска готовились к проведению одной из крупнейших военных операций – Багратион. В ходе этого обширного наступления была освобождена территория Белоруссии, Восточной Польши, часть Прибалтики и практически полностью разгромлена германская группа армий «Центр». Вермахт понес тяжелейшие потери, отчасти из-за того, что Гитлер запрещал любое отступление. Восполнить эти потери впоследствии Германия была уже не в состоянии. На фронте я в окопах был 9 месяцев, все время был на передовой, все время на передовой. Но потом, значит, никого почти не осталось, из моих сверстников там, и я практически остался один. После Витебска наши войска продвинулись к Шауляю. Это была часть второго этапа стратегической белорусской наступательной операции. Общий план состоял в прорыве к Балтике и отсечении группы армий «Север» от прочих сил «Вермахта». Уже под Мемелем Кушманцева и Курылева уроженцев Старомайнского района поручили прикрывать дивизионную разведку. Нас на расстоянии 40 метров от передовой немецкой положили в кувет ночью в ноябре месяце 44-го года, как сейчас, в общем, в ноябре. Ну, представляете, какая погода в Прибалтике в это время и лежать в кувете. Из куветы и Кушманцева, и Курылева вытащили волком. Они так закоченели, что не могли ходить. За выполнение этого задания их наградили ручными часами. В 1945 году Павла Кушманцева из пехотинцев перевели в артиллеристы. Его поставили заряжающим ЗИС-5 76-мм танковой пушки. 1 февраля 1945 года его вместе с наводчиком Гусельниковым отправили на передовую. Прикрытием служил деревянный сарай, но их засекли. Дело в том, что меня ударило в левую голову и завалило крышей сарай там или что там было. И, в общем, меня вытащили, положили, значит, к стене. И на левый бок, а правая вот была открытая рука, правая. Я только меня положили, вторым сарядом как грохнет и в руку. В этом бою Павел Иванович потерял своего друга Александра Власова. Он даже не смог с ним попрощаться. А сам Павел Иванович очнулся на столе в Санбате. Единственное, что помнит, просил оставить руку. Я, видимо, настолько слаб. Я прямо, знаете, говорю страшно. Я оказался в смертиках. Смертики, знаете, это уже все. Морг. Ну, видимо, мне жить. Я очухался, что называется. А был одет в кальсонах, в начальной рубашке, бочеком, все. Ну, как смертик. Я, как привидение, из морга-то выхожу. Его увидел один раненый. Сразу подхватил и посадил на свою кровать. Спросил, помнит ли он себя, ведь документов при Кушманцеве не было. Благодаря тому человеку из госпиталя он смог сообщить родителям, что жив и находится в госпитале. Потом Павла Ивановича перебрасывали из госпиталя в госпиталь, пока он не оказался в Рыбинске. Хирург позвал меня и говорит, ты что здесь мучаешься? Давай я тебя отправлю домой. 30 апреля 45-го года. 30 апреля. И вот он взял мое дело личное в госпитале и говорит, ну что ты безымянный пойдешь? И из дела госпитального он вырывает три справки. Эти три справки сейчас тоже хранятся в Государственном архиве новейшей истории области. Они и послужили Павлу Ивановичу документами. До Москвы его сопровождала медсестра. На Казанском вокзале она оформила проездные документы на поезд Москва-Челябинск. Именно здесь, на вокзале, ночью он узнал о взятии Берлина. И выходят, забегают женщины в наш зал ожидания, где инвалиды. Берут нас на руки и на перроне мужик кресло стоит, нас сажают. Взятие Берлина. Смотрись, салют, взятие Берлина. И вот 2 мая 1945 года я на Казанском вокзале впервые увидел салют Москвы. 4 мая 1945 года Павел Иванович вышел на перрон Ульяновского вокзала. В городе, в котором прежде он не был, хотя жил от него в нескольких километрах. Пока Павел Иванович был на фронте, большая семья Кушманцевых перебралась из Комаровки в областной центр, где в годы войны работал на заводе отец. Судьба Павла Ивановича благоволила. Едва он отошел от вокзала, сразу встретил военного. Им оказался бывший его командир роты в Суслонгере, старший лейтенант Шутов. Он и помог найти дом родителей, который находился на улице Максима Горького. Сегодня это улица Минаева. Захожу в двор. В шатке. Шинель. 23 пробоина. 21 пробоина была. Мне дали в госпиталь. Чужую, конечно, не мою. В отделе. В отчинке, но обмоток не было. Вот там, то есть обмотки, и у них наружу были. Ну, я как оборванец. Дома его со слезами на глазах встретила родня. Сидим. Мама пришла из церкви. Вот. Павел Иванович, кто-то там пришел, кто-то ваш. Она обняла его, позвала к себе. Да я устала. Нет, нет, иди, 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 иди. Мама заходит, уйдет, и у меня упал в обморок. Павел Иванович мечтал получить образование, что и сделал. Пошел учиться в торгово-кулинарный техникум на бухгалтера. Первым послевоенным местом работы стала сберкасса на улице Максима Горького. Здесь же он познакомился со своей будущей женой Ниной Ильиничной, которая всю войну трудилась в тылу. Лес валило рожь и пшеницу косила, снопы вязала. Зашел я в дверкасту, и в правом углу, в правой стороне окно, и окна сидела, в общем, как это можно сказать, девушка. Я посмотрел, и все, и запомнил ее на всю жизнь. Больше у меня никого не было. Ни одной встречи, ни с кем, только с ней. Поженились они, правда, не сразу, только в 1948 году. За долгую совместную жизнь у них родились двое детей, три внука и уже радуют правнуки. Мы желаем крепкого здоровья семье Кушманцевых и вместе за большим семейным столом отметить День Победы. Великая Одечественная война победоносно завершилась! Субтитры создавал DimaTorzok